Здравствуйте, коллеги, с вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Что ж, рынки открылись снижением, в США начался сезон отчетов, об этом и многом другом поговорим сегодня. Ну а перед началом мне напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить все новые видео, которые мы добавляем на наш канал. Итак, сегодня фактически первый день из уже последних нескольких недель, когда мы можем видеть коррекцию на американском фондовом рынке и вначале мы поговорим, собственно, о предпосылках, которые могут быть к данному снижению. Ну, безусловно, важно начать с ситуации вокруг распространения коронавируса и первое это то, что все больше и больше новых случаев происходит заражение в ключевой стороне, за которой мы следим. Это США уже подошли практически к отметке в 3 миллиона. Все больше и больше штатов сообщают о новых случаях, все больше и больше больниц переполнено, все меньше людей может получить своевременно тестирование, то есть очереди тоже все больше. Ну и, собственно, уже также ряд штатов сообщает о повторных закрытиях ресторанов, ну и, собственно, мест общественного пользования для того, чтобы каким-то образом сгладить вот всю эту ситуацию. Ну и, безусловно, страдают компании авиаотрасли, страдают круизные компании, на которые как раз многие возлагали надежды роста в случае как раз снятия карантинных мер. Ну, снятие карантинных мер, оно ничего не дает, то есть, да, какие-то бизнесы можно перезапустить, но пока нет вакцины, пока нет решения, которое может как раз воспользоваться для закрытия всех этих вопросов, то вряд ли здесь мы можем ожидать какого-то улучшения ситуации. Ну, а в целом, если мы с вами посмотрим, опять же, на США и по количеству дневных случаев, то есть, во-первых, сейчас мы видим то, что амплитуда заражения, она, безусловно, продолжает стремиться, но с точки зрения дневных случаев вчера был опять побит рекорд 60 тысяч случаев за один день в США. Ну, то есть, как вот мы с вами видим, практически после того, как прошло снятие карантинных мер, это только лишь ускорило распространение коронавируса, безусловно, это сказывается негативно на опасениях инвесторов. Ну, и, как я уже говорил, то есть, я жду коррекцию на фондовом рынке для того, чтобы, во-первых, а, попробовать покупать долларов, продавать S&P 500, ну, и, собственно, искать новые акции для добавления в свой портфель уже более, по более интересной цене. Кстати, вчера также было добавлено новое видео на канале, на котором я рассказываю о своем инвестиционном портфеле, как я покупал компанию Caterpillar, все основные показатели там я разобрал, поэтому ссылочку тоже оставлю в описании, переходите, смотрите и задавайте также ваши вопросы. Ну, а в США начался сезон отчетов и, собственно, на этой неделе уже читались ряд компаний, ну, пока их не так много, но вот только-только начинается. Фактически сейчас очень важно, чтобы, по крайней мере, ключевые компании показывали, ну, может быть, не рост, да, но, по крайней мере, снижение было прогнозируемо и ожидаемо. То есть, мы с вами понимаем, что второй квартал, это, фактически, можно сказать, худший для американского рынка. Многие компании были закрыты, заказы снизились, ну, и, безусловно, здесь вряд ли мы можем ожидать каких-то сюрпризов. Ну, только в отличие, вот, например, технологичной компании, там, того же Amazon, Apple или Google. То есть, там, скорее всего, так как бизнес-компании завязаны больше на вещах, связанных с удаленными вещами, то, собственно, здесь, скорее всего, рост он мог быть. Ну, в первую очередь, например, Amazon. Что здесь, ну, и лично я буду следить за данными, которые выйдут в четверг. Это Wilgen Boots Alliance, компания есть у меня в портфеле. И, собственно, здесь я буду следить за этими данными. Также в пятницу читается компания Carnival. Ну, то есть, здесь у меня нет этой компании в портфеле, но очень много, как раз вот то, что я вначале говорил, очень много спекуляций вокруг круизных компаний. То есть, да, там видели колоссальное падение на 70-80%. Конечно, хочется купить компанию, которая так сильно упала. Но, а стоит ли риск этого? Потому что вот сейчас опять круизные компании, которым, ну, просто неоткуда брать денег, потому что все стоит, да, и бизнес довольно-таки закредитован. Он фактически сейчас непонятно, что с этим произойдет. И тот отскок, который был, он вполне вероятно, что в ближайшее время может быть отыгран как раз в негативную зону. Ну, а теперь, то есть, да, мы будем на это обращать внимание. Будем в ближайшие несколько месяцев, да, возвращаться к этим вопросам, да, отслеживать, какие компании отчитываются. Но, безусловно, сейчас ситуация на фондовом рынке, она выглядит довольно-таки интересной. Поэтому теперь давайте посмотрим из, в текущей ситуации, то есть, что у нас на рынках происходит в разрезе валютных пар и непосредственно фондовых индексов. По евро-доллару у нас продолжается рост. То есть, здесь, как мы и предполагали, продолжается движение восходящее. То есть, в принципе, сейчас, сегодня день тоже торгуется пока на позитиве. На этой неделе обновили локальный максимум, доходили до отметки 1.1346. То есть, здесь цели роста, ну, по крайней мере, здесь я вижу на 1.1446. То есть, тенденция восходящая пока здесь сохраняется. Но тоже нужно быть аккуратными, потому что, если, соответственно, рост американского доллара последует, то, соответственно, и коррекция по евро у нас здесь может быть. То есть, вполне вероятно, что мы можем дойти как раз до данных целевых уровней. То есть, это именно область 1.1380, 1.14. Оттуда еще одна волна коррекции произойдет. Но я бы как раз вот из этой области пробовал уже также продавать. Но пока нет сигнала. То есть, пока мы здесь видим рост, то здесь я ничего, конечно, делать не буду. По британской валюте. Здесь у нас тоже пока сохраняется восходящее движение. То есть, мы, этот месяц тоже британская валюта подрастает. Продажи. Продажи были бы интересны из 1.2672, 1.2790, 1.28. Соответственно, если мы доберемся до этих целевых значений. Но мне кажется, что как раз еще одна волна коррекции по фунтовому рынку. Она может произойти, что, собственно, приведет к перетоку капитала уже непосредственно в доллар. Ну и мы, вероятно, увидим рост по доллару. Ну и, соответственно, падение по евро, по британской валюте. Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь еще одна сделка на покупку у меня была открыта. Мы не ушли пока ниже минимальные значения, которые были в конце июня. И здесь началось еще одно восходящее движение, которое я для себя тоже пробую отторговать на фоне ожидаемого как раз снижения по фунтовому рынку. Сделку открыл я вчера. Как раз цена смогла закрепиться выше максимумов 6-го числа. То есть, да, может быть, цена была не самая оптимальная. Можно было войти чуть лучше. Но, в принципе, риск прибыли здесь удалось выдержать соотношение 1 к 2. То есть, цель по росту у меня стоит на 1.3699. Вполне вероятно, что оттуда будет еще одна волна коррекции, откуда можно будет как раз закупиться еще чуть лучше. Но вот пока эту позицию держу. Соответственно, здесь сегодня уже обновили локальный максимум. Пока сохраняется подтверждение данного восходящего движения. Но уже стоплост буду переходить, переносить по мере данного движения. Пока его переносить некуда. Поэтому оставлю его за минимум 6-го июля. То есть, там, где он был и изначально при входе. Поэтому здесь пока я ожидаю как раз рост. Может быть, сейчас он будет не супер продолжительным. Но в ближайшее время пока ситуация складывается таким образом, что мы как раз можем до этого цельного уровня прийти. Если мы посмотрим дневной таймфрейм, то есть данную область. Затем может последовать еще одна волна коррекции. С которой как раз можно получить еще одну неплохую точку для входа. Ну и дальше уже эту позицию наращивать. По паре американский доллар, японская иена. Здесь у нас пока нет ярко выраженного направления движения. То есть, да, здесь пока смотрим наверх. Но вот сейчас торгуемся по достаточно справедливой цене на текущий момент. Поэтому здесь никаких позиций я не открываю. То есть, если говорить о покупках, то из области 106.40 было бы интересно. Но если говорить о продажах, то где-то по крайней мере 108.62. Ну или еще выше. То есть, там 109.32. То есть, ну вот сейчас пока здесь за данной парой наблюдаю. Никаких позиций не открываю. То есть, ну тут боковик у нас, да, формируется. Поэтому здесь новых позиций пока не рассматриваю. А вот австралийцы, новозеландцы тоже довольно-таки высоко забрались. Пока они ушли выше локальных максимумов, которые были зафиксированы в конце, в начале, прошу прощения, как раз прошлого месяца. И здесь тоже могут сформироваться неплохие уровни для входа как раз контртрендово. Как раз на локальных максимумов. Конечно, основная идея это покупать по тренду. Но рынок сейчас несколько перегрет. Ну, в первую очередь, фондовый рынок, что может как раз дать предпосылки на начало коррекции. Поэтому здесь я буду искать для себя продажи в идеале из области 70. Может быть, чуть меньше. Но пока сигнала на продаж здесь не появилось. Пока цена не смогла закрепиться ниже минимальной значения, которые были сформированы, к примеру, вчера. Поэтому здесь я продолжу пока наблюдать. То есть, пока единственный сигнал был по паре американский доллар и канадский доллар. Новозеландец также подобрался уже к локальным максимумам. То есть, здесь ситуация, наверное, на продажу выглядит чуть более интересно, чем по австралийцу. Соответственно, здесь я жду локального подтверждения как раз начала нисходящего движения. Кое может быть закрепление как раз ниже минимумов вчерашнего дня. То есть, если мы сегодня уходим ниже отметки 65.18, это минимум вчерашней торговой сессии. Затем делаем ретест к уровню или возврат в область, например, 65.53, то продажи здесь я для себя рассмотрю. Ну, а золото как раз подрастает на фоне всей неопределенности, которые есть с фондовым рынком. То есть, опять же, как актив-убежище, когда снижается риск, когда снижается приток капитала в рискованные активы, которыми как раз являются акции, дорожает золото, дорожает, соответственно, доллар. Ну и, собственно, сейчас вот это ралли мы по золоту видим. От локальных максимумов мы находимся, на самом деле, не так далеко. Вот мы уже подошли к полотну, к локальным максимумам 2012 года, а до максимумов 2011 года у нас остается буквально 6-7%. То есть, до уровня 1920 долларов за тройскую унцию. То есть, туда мы, в принципе, и идем. А индексы? Индексы корректируются. Вот европейский индекс, например, уже уходит в коррекцию. То есть, вчера мы торговались ниже минимальных значений, которые были соберены 6 июля, что также дает некие предпосылки на начало как раз коррекционного движения. Сегодня с утра индекс несколько подрастает, но пока общий фон выглядит, по крайней мере, с точки зрения часового таймфрейма, нисходящим. Если мы посмотрим дневной таймфрейм, то есть, вот область сопротивления, от которой, в принципе, было бы интересно заходить также в продажи. Это 12 915. Вот как раз ловить еще одну волну данной коррекции, которая может произойти. А может и не произойти. Опять же, мы здесь не знаем, но от этого уровня это было бы, на мой взгляд, очень интересно. По S&P 500 тоже картина похожа. И здесь я, в принципе, для себя сегодня уже жду интересную ситуацию для реализации входа как раз на продажу. Пока мы не ушли выше максимальных значений июня, рынок корректируется. Если посмотреть на часовый таймфрейм, вот мы пытались сегодня уже закрепиться ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, пока не было сигнальной свечи. И, соответственно, здесь я для себя буду ожидать закрепления ниже данной красной линии. Это область 3142. Затем где-то, вот если мы вернемся еще раз в 3167, 3170, оттуда я продам с целевым движением до 3000. То есть, здесь вот ожидаю как раз данное снижение. То есть, вот из этой области искать продажи с целем снижения до 3000. А дальше уже посмотрим, то есть, будет ли еще одно снижение ниже данной области, то я тоже для себя рассмотрюсь, соответственно, еще раз на продаже. Также последние пару дней снижается нефть. Уже, ну вот по CFD на нефть марки Brent, которую мы рассматриваем. Вчера мы торговались ниже минимальных значений 6 июля. Сейчас немножко подрастаем, но пока с точки зрения часового таймфрейма мы видим предпосылки на начало как раз нисходящего движения. Соответственно, если мы сегодня, конечно, обновим локальный максимум, то есть, уйдем выше максимума в этой неделе, то рост по нефти может продолжиться. Ну, а пока вот здесь намечается, на мой взгляд, коррекция, которую тоже нужно брать, безусловно, во внимание. Ну, а к этому моменту у меня все. То есть, вот мы с вами посмотрели все основные инструменты, обсудили те ситуации, которые могут, безусловно, на рынок повлиять. Поэтому на сегодня будем заканчивать. Не забудьте поставить лайк к видео, если вам понравился выпуск. Ваши вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях к этому видео. Ну, а мы с вами будем прощаться на чуть более долгий период. У меня будет отпуск, и мы с вами увидимся уже через неделю. То есть, в следующий понедельник мы с вами возобновим данные стримы. Я также продолжу писать свои идеи на своем портале TradingView. Поэтому переходите туда. Ну, и также в том чате трейдеров, который у нас существует. Ссылочка тоже есть в описании к этому видео. По крайней мере, там свои какие-то короткие идеи, короткие заметки я также продолжу опубликовать. Ну, а увидимся уже. Отпуск пройдет, как всегда, очень быстро. Поэтому я думаю, что мы с вами очень быстро увидимся. И продолжим следить за тем, что же происходит на рынках и какие ситуации у меня появляются. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошей недели, хорошего дня. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok